...чемпиона, причем с различными партнершами, Наталья Мешкутенок и Оксаной Казаковой, Артура Дмитриева. Сейчас показывают Кристина Астахова и Алексей Роганов. Раньше выступали с другими партнерами, я помню Кристину Астахову с Максимом Курдюковым и Алексея Роганова с Настей Мартишевой, а то, что Астахов когда-то выступал еще с Никитой Бочковым, это у меня, честно говоря, в памяти даже и не отложилось. Но, в общем, сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что спортсмены, которые фактически только-только стали пару в нынешнем сезоне, представляют свою короткую программу в заскательной московской публике. Совсем другой разговор, согласитесь, когда Россия на льду. Тоже Сальхов, но полноценные три оборота. Скорее всего, арбитры отплюсуют. Вот, ручка очень душа. Костюм, смотрите, какой костюм у партнерши. Выброси стоять. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот совсем другой разговор. Российская школа фигурного катания в парном катании опережает всех остальных с громадным запасом. Никакие китайцы даже близко рядом не стояли, не говоря уже обо всех остальных. Казалось бы, совсем новая пара, еще и не имеющая опыта совместных выступлений, но демонстрирует вот такой вот совершенно шикарный уровень в первом для себя на взрослом старте, да плюс к всему еще и перед московской публикой, что, согласитесь, всегда только-только добавляет волнение спортсменам. И Тодес додержали аж до четвертого уровня, что не всегда удается даже куда-то более опытным спортсменам. И поддержка великолепная. Ну, тройная подкрутка лишь вторым уровнем. У нас не на технической бригаде, но это, пожалуй, один из немногих элементов, который был выполнен не на уровне ультра-си нашими спортсменами. Итак, Кристина Астахова и Алексей Роганов. Еще один шикарный спортивный дуэт в России. Но смотрите, сколько у нас прекрасных спортивных пар. Про Тарасова-Морозова мы уже говорили, а ведь им будет, мне кажется, непросто с таким же блеском выступить, как Кристине и Алексею, при том, что Тарасова-Морозова сейчас ни много ни мало, а претендует чуть ли не на финал Гран-при. В всяком случае, шансы у них такие после третьего места на канадском этапе еще остаются, пусть и не самые реальные, но, тем не менее, возможность такая есть. В общем, очень-очень понравились Кристины с Алексеем. Ну, в конце, вот, на праллельном вращении немножечко разошлись, но это тут же нашло отражение в протоколе, а в целом блестящее выступление. Я очень удивлюсь, если честно, если в первой разминке кто-нибудь сумеет к ним даже приблизиться. В Наруми и Ри Юти, ну, не верю, я честно скажу. В Токахасе Кихара далеко нет Токахасе Тран. Прельс Бломер, то, что они показывали на предыдущем этапе, не любит Бломер. Партнерша их здорово набрала в весе и, честно говоря, ничем, кроме фигуры, похвастаться пока не может. Кристина Астахова, Алексей Роганов, 58.34. Прошу любить и жаловать, ну, а забыть, я думаю, после такого проката попросту не получится.